Особое мнение на 101FM Я, честно говоря, не предполагала, что мы начнем с этого, но тем не менее. Депутаты городской думы прокатили Дмитрия Осипова на сегодняшнем заседании. Я напомню, что Дмитрий Осипов стал победителем кадрового конкурса на должность главы администрации. И сегодня был последний этап его утверждения в должности. Депутаты должны были его либо утвердить, либо не утвердить. В итоге 18 проголосовали за, один проголосовал против, 12 воздержались. Решение не принято. Осипов не становится главой администрации. И это, на самом деле, очень необычная какая-то история для нашего города. Для Кирова это очень необычно на сегодняшний день, но это хороший пример, когда депутаты отчасти говорят, что думает народ, что думает город Киров, что думают граждане города Кирова в данной ситуации. Потому что мы сами с вами понимаем, что на сегодняшний день Дмитрий Осипов это не человек из народа. Это не человек, которого выбрали люди. Это человек, которого порекомендовали назначить на данную должность с правительства области. А именно от Александра Чурина. От председателя правительства. От председателя правительства. Мы это все с вами четко и ясно на сегодняшний день понимаем. И этот вопрос уже неоднократно обсуждался и в этой студии, и на других каналах. Дмитрия Осипова не первый раз не могут избрать. До заседания еще не добиралось. Я надеюсь, это будет и последний раз, когда его не смогли избрать. И на мой бы счет, и я бы на себя воспринял, что более-то не мое место и не надо было бы идти туда, если тебя уже второй раз прокатывают. То есть больше не дергаться. Ну, бог любит родицу, да, как бы в данной ситуации. Посмотрим, если он решится еще на третий раз. Третий раз, как бы, посмотрим, как будет дальше. Ну, вот заседание Городумы сейчас, если я верно понимаю, все еще продолжается. Там много важных вопросов. Уточняла я у депутатов, будет ли еще одна попытка. Ну, то есть теоретически попытка до сентября еще может быть. Ну, теоретически и практически, я думаю, эта попытка будет на сегодняшний день, да. Только насколько данный кандидат именно того, которого сегодня не утверлили, Дмитрий Осипов, решится еще на третью попытку пройти через, опять же, данный круг, а это назначение нового конкурса, это назначение комиссии, выбор из данного, тех претендентов, которые... Все экзамены заново. Ну, конечно, это получается по третьему кругу, ему надо пройти все экзамены заново. Так, подождите, Константин, то есть если Дмитрий Осипов соглашается и проходит это все, то есть какая-то вероятность, что Дмитрий Осипов вновь одобрит конкурсная комиссия, и его кандидатуру вновь предложат там на заседании Городской думы. Если Дмитрий Осипов обидится или решит, что это не его, и уйдет в сторонку, разве есть вот сейчас возможность там с первой попытки фактически до сентября избрать какого-то нового человека, неизвестного? Ну, вопрос, кто выдвинется. Тут же понимаете, как бы, если на сегодняшний день данная кандидатура, казалось бы, была... Так никто не выдвинулся, когда Осипов был, кроме Вячеслава Николаевича Симакова. А почему Симакому не стать главой администрации, да? Ну, мы тоже поддерживаем эту кандидатуру. Хороший человек, как бы, да. Давно мы его знаем. Мы считаем его большим специалистом власти городского хозяйства. Он уже, который на сегодняшний день отработал немало лет и в благоустройстве города Кирова, да, и был и зам... Ну, и является по-прежнему. Да, и сейчас на сегодняшний день является главой... Районом руководит Первомайский. Да, районом Первомайского теруправления, и это официально он заместитель главой администрации, да. И в данной ситуации, почему бы ему не стать главой администрации именно города Кирова? Почему он должен быть как паровозик, как, знаете, как бы там вторым кандидатом, который просто фиктивно участвует в каждых конкурсах? Создает видимость конкуренции. Да, создает видимость этой конкуренции. На сегодняшний день вот Вячеслав Симаков, я думаю, это одна из тех кандидатуров, которая могла бы и могла бы согласована быть Думой города Кирова на кандидата, ну, на главу администрации города. А Дмитрий Осипов, вот, насколько Константин вам знаком? Ну, то есть вы немножечко с ним, наверное, пересекались по дорожной вот сфере или нет? Ну, просто вот как раз, насколько он мне знаком, да, ни на сколько он мне не знаком, да, только по той причине, что когда он даже был руководителем Вят Автодора, он не старался общаться с общественностью, он не старался общаться с людьми, он всегда держался в стороне. Он никогда не приходил на рабочие группы по заседанию в общественную палату, да, всегда он приходил кто-то из заместителей у него, либо глава ДЭПов. Ну, ДЭП — это те организации, которые входят в Вят Автодор. Например, Вахмянин, который сейчас является руководителем ГДМС, да, он постоянно с нами везде и на объектах, и куда только. Осипов сам сторонился. Почему? Так это... Что говорили заместители? Вы спрашивали у них, где ваш начальник? Да, конечно, занят. Что они могут сказать? Он занят, у него есть важные дела, да, у него там вызвали на завещание, вызвали еще куда-то. Да это постоянно так было, да. И так даже сам, если вы почитаете вот сейчас новости, да, даже сам кандидат, которого не утвердили, Дмитрий Осипов, да, четко и ясно дает понять, что он не собирается общаться с людьми, он не собирается общаться с прессой, да, он в своем, как бы, представлении, как будущего кандидата для Думы, да, он же четко и ясно дал всем понять, что он хозяйственник. Он не собирается... Он, во-первых, на 70%, как он говорит, он считает, что должность главы администрации — это должность хозяйственника, а на 30% — должность администратора уже, да, да. Но, на мой взгляд, эта должность больше всего говорит о том, что не только там на 70-30, да, это ты на 100% должен быть и администратором, и хозяйственником, если ты решил пойти на главу администрации города. Так ты и презентатором должен быть. Если какие-то проекты в городе затеваются, тебе же надо будет соратников вербовать. Ты должен быть лицом города. Конечно. Ты должен быть лицом города. А вот сейчас, на сегодняшний день, лицо города, которое в двух уже этапах, можно так сказать, в двух моментах не утверждено. Что это за лицо города? Как его будут утверждать на третьем? Ну, если вдруг третий шанс ему будет дан, и он захочет пойти на третью. Ну, вот как вот с этим лицом в дальнейшем города, да, разговаривать, если его утвердят? Если его два раза уже не утвердила, первый раз его не утвердила комиссия, из состава, опять же, членов правительства области, да. Но там говорили, что была какая-то, скажем так, конкуренция между председателем правительства Александром Чуриным и тогда вице-губернатором Андреем Плитко. Да, это так и было. Но Плитко-то сейчас нет. Плитко сейчас у нас... Мы знаем все, где он, да? Да, но Плитко нет, вот комиссия утвердила. Так. Да, если бы Плитко был на своем месте, я думаю, комиссия бы и во второй раз не утвердила данного кандидата. И не пришла. Не пришла. Либо не пришла, либо не утвердила. Но его сейчас нету, комиссия утвердила, но депутаты молодцы, депутаты оппозиции, они правильно отреагировали на посыл, тот, который на сегодняшний день есть, от народа, и они не приняли данного кандидата, они воздержались. Так, Константин, подождите, то есть вы сейчас вот не шутите, когда говорите, что депутаты там, да, к позиции избирателей своих прислушали, что избирателям не все равно, кто будет главой администрации. Именно поэтому Осипова не утверждает. Я надеюсь, я верю в наших депутатах. Может быть, там речь идет о каких-то, не знаю, там, интригах подковерных. Может быть, депутаты от оппозиции хотят себе плюшек каких-нибудь, например. Ну, потому что эта версия высказывалась, да, что некий торг идет. То есть оппозиция будет просить себе что-то, там, я не знаю, должности замов, там, еще что-то. Так это, значит, игра-то, знаете, такая, как бы, в долгую, получается, если они не смогли договориться за месяц между двумя конкурсами, да, то о чем мы сейчас тогда с вами разговариваем? Либо тогда Дмитрий Осипов не сильно старался договариваться с оппозицией города, да, либо, ну, с оппозицией в городской думе, либо в данной ситуации, опять же, подтверждающей, что он не больно хочет и общаться со всеми. Может, он и на должность главы администрации не очень хочет? Так может быть, потому что, по сути, ну, если ты, тебя утверждает комиссия, если ты идешь уже, ну, с таким дедлайном, таким, знаете, как бы, с такой поддержкой правительства области, ты, по сути, должен, как минимум, был встретиться с оппозицией, обсудить с ними все эти моменты, да, заранее, до заседания городской думы, чтобы понимать, кто за тебя и как будет голосовать. Хотя бы с ними проговорить дальнейшие твои этапы, и вот те предложения, о которых сегодня он рассказывал в рамках заседания городской думы, они должны знать заранее. Они должны заранее уже где-то обсудить или что-то вам предложить, чтобы уже в публичное поле в рамках заседания уже было какое-то понимание. Значит, этого понимания не было. Значит, депутаты, как я, опять же, читаю из СМИ, из телеграм-каналов, они только сегодня узнали про программу данного кандидата. Ну, то есть он презентовал ее сегодня, да? Да, да, по сути, получается, он только ее сегодня презентовал, и у многих депутатов возникло очень много вопросов. Особенно, ну, у меня у самого возникают вопросы, как собираются облагоустраивать или как бы, как увеличивать качество общественного транспорта без должного финансирования данного общественного транспорта, потому что мы с вами нероднократно признавались, что общественный транспорт — это социалка. Это только вливание бюджета должно быть. А у нас, с учетом того, что у нас, что городской бюджет на сегодняшний день минусовой, что областной бюджет в связи с пандемией тоже минусовой, да, то откуда взять эти деньги, чтобы наш общественный транспорт стал более качественный, новый, с климат-контролем, со всеми... Да ниоткуда, будем терпеть. Будем терпеть. Это значит, отчасти с какой-то галочкой вранье. Ну, надо говорить правду. Да, по поводу остановок я его, конечно, поддерживаю в этом плане. Вот программу я уже прочитал. Там по поводу остановок, улучшения остановок, да мы про это неоднократно говорим. Отдайте остановки бизнесу. Это то, что было раньше, то, что было там 10 лет назад. Сделайте четкий, как бы, проект остановки, как бизнес его должен их обустроить, да, и отдайте, отторгуйте остановки бизнесу. Скажите, бизнес, вот нам нужна вот такая остановка по такому-то, таким-то критериям, пусть там будут две торговые точки, пусть там будет одна торговая точка небольшая, да, но зона именно для пассажира, она должна быть там с климат-контролем, не знаю, с защитой, ну, там... Зарядником для телефона. Да, зарядником для телефона. И все. Мы про это уже с вами говорили не первый год. Если он хочет это реализовать, так он на должности исполняющей обязанности главы может это реализовать спокойно. Он останется исполняющим обязанностей? Пока на сегодняшний день его никто не снял с этой должности, да. Он официальное заявление сегодня не написал. Сейчас ведь в должности, по-моему, заместителя главы администрации не существует. Да, он в должности заместителя и в должности исполняющей обязанности, да. На сегодняшний день, если, как говорится, ну, если он себя не снимет полномочия зама, да, главы администрации города, значит, он также останется и будет даже исполнять обязанности главы администрации, потому что никто с него не снял эти полномочия и он сам лично не написал заявление. Угу, угу. Отчасти как-то так. То есть какие-то вещи, которые он планировал сделать, он может сделать и в нынешнем статусе? Он может сейчас реализовать. Вот прямо с сегодняшнего дня, о чем он рассказал, да, как бы и о чем он говорил, он может, никто ему не мешает это реализовывать. Для этого есть и городская дума, которая, как увидит, если он начал что-то реализовывать, я думаю, депутаты будут не против такого кандидата поддержать, который будет не ждать, когда его назначат на свою должность, да, а с момента, даже, когда его назначили на заместителя главы, чтобы он стал реализовывать. Но он назначен на должность заместителя главы администрации не вчера и не сегодня. Он уже больше двух месяцев находится на этой должности. Да, пожалуйста, работайте. Пожалуйста, работайте. Но мы с вами пока не видим ни чистого города, ни хорошего общественного транспорта, ни остановочных чистых павильонов, да. Я уж не говорю про какие-то там кондиционеры. Мы на протяжении многих лет этого не видим, хотя каждый новый глава администрации нам это обещает. Вот поэтому, поэтому, я думаю, что и Дума сегодня не приняла данного главы администрации. То есть это все-таки не подковерные интриги, это все-таки такое вот наболело, что называется, вы думаете, да? Да, это наболело, и мы видим, не особо большая поддержка есть у данного главы со стороны депутатов. Понятно. Вот такое мнение Константина Сичихина. Еще немножко поговорим про городские власти, ну, точнее так, про бывшие городские власти, да. Новые обвинения предъявлены бывшему главе города и бывшему руководителю законодательного собрания Владимиру Васильевичу Быкову. В них наконец-то появился парк Победы. Теперь уже, собственно говоря, экс-глава города считается тем, кто в сговоре с руководителем Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Лягином и Фаркиным участвовал в схеме продажи земли в Парке Победы по заниженной стоимости. Мы помним, да, там 338 тысяч участок был в свое время приобретен у города, продан по цене почти 130 миллионов, вот, потом перепродан. Ну, в общем, там долгая была история, да. И вот сейчас, на самом деле, если бы не коронавирус, если бы не вся эта ситуация, эта новость, наверное, была бы бомбой, не меньше, чем утверждение Дмитрия Осипова. Конечно, новость номер один бы была. Да, а вот теперь у меня вопрос. А не замылиться ли вот это вот дело с Владимиром Васильевичем Быковым, в свете всей вот этой информационной коронавирусной повестки? Нет, я думаю, что... Нет ли ощущения, что как-то вот следствие сейчас быстренько-быстренько-быстренько-быстренько проведет все заседания? Нет, я думаю, что не замылиться, с учетом того, что у нас там и глава Следственного комитета поменялся, ну, тут в ближайшее время, да, и глава у нас, ой, и областной прокурор поменялся, да, то в данной ситуации это дело не замылиться, оно будет дальше продолжаться, и мы еще ни один эпизод услышим про нашего бывшего главу Думы, Быкова, вот, только по той причине, что его послужной список, когда он работал на своем месте в администрации, да, он очень большой. Это только одни из тех эпизодов, за которые как бы давно уже было бы ясно и понятно. Сейчас в рамках уголовного дела его люди, с кем он работал, они дают показания, как бы следствие, я думаю, что в ближайшее время еще не про один эпизод расскажет, это будет сто процентов, и мы с вами тут еще пару раз ты точно данного товарища обсудим, и это из тех примеров, когда не надо воровать, просто не надо воровать, находясь на таких должностях, да, надо работать на народ, надо работать на людей, которые тебя выбрали, а этот человек на протяжении там своих шести-семи лет, или даже больше, когда он сидел в власти, он довел город до такого, что до сих пор мы пожимаем эти плоды, да, и это не один эпизод на сегодняшний момент, да, если начать там ворошить старые случаи, там не только с Парком Победы, Парк Победы это просто вот, ну это такой известный момент, да, он же долго отпирался, вы помните, сколько этих митингов было, сколько всего человек не признавался, ну вот о чем говорит-то, о том, что вот пока его не приперли к стенке, не приперли его сообщников к стенке, да, и не сказали, что ребята, давайте рассказывайте, а иначе, ну, либо вы, либо этот человек будет ходить дальше по земле, а вы будете за него отсиживаться, да, то в данной ситуации, как бы, они начали рассказывать, и сейчас мы с вами слышим, что один, второй, третий, четвертый эпизод, да, разные уголовные дела, да, и топливо, и электронный проездной, и все что угодно. Да, о чем говорили неоднократно, о чем говорили не один год, о том, что в АТП есть большие коррупционные схемы, да, что с общественным транспортом, с единым проездным, если коррупционный, что с землей города есть коррупционные схемы, но пытались это все замалчивать, замалчивать, но спасибо, что сейчас, на сегодняшний момент, там, опять же, опять хочу сказать, я не раз говорил в этой студии, и опять повторю, что спасибо Илье Вячеславович Шульгину, который, можно сказать, завел этот паровозик, да, своим заявлением, когда он был на должности главы администрации, и написал все-таки заявление, вот если бы не было этого заявления, не было бы вот этих сейчас случаев, о чем мы с вами разговариваем, да, хватило вот только одного заявления, и лед тронулся, лед тронулся, глава администрации написал, его долго отговаривали не писать это заявление, если быть честным, но он это заявление написал, его подали в администрацию, и с этого лед тронулся, и началась та ситуация, конечно, Илья Вячеславович за свое заявление отчасти пострадал, он сейчас не глава администрации, да, подождите, вы связываете эти две вещи? Есть, да, конечно, я связываю эти две вещи, и тут две вещи, они не настолько разделимы, да, только по той причине, что у нас, ну, Василий Быков, он... Владимир. Владимир Быков, он у нас тоже человек непростой, да, и как бы у него хватает своих друзей, как бы корешей, можно так сказать, которые были причастны к его различным схемам, да. То есть увольнение, ну, фактически увольнение Ильи Шульгина чем-то связано с парковцей? Я связываю не только увольнение Ильи Шульгина связано, я связываю его с тем информационным фоном, который был создан возле данного кандидата человека, да, вот, а информационный фон, он был такой очень негативный, хотя он делал немало очень хороших дел. Про Илью Шульгина мы говорим. Про Илью Шульгина, да, и я уверен на 100%, что в этом информационном фоне и финансирование этого информационного фона поучаствовал Владимир Быков. Отчасти да. Вот чтобы все понимали, что, ну, не лично он своими деньгами профинансировал, ну, его друзья, там, товарищи, сподвижники, только ради того, чтобы, ну, поотомстить отчасти за то заявление, которое было написано Илью Витя Славовича. Интересная версия. Ладно. Поразмыслим на этот счет. Поразмыслим чуть позже. И сейчас я бы хотела поговорить как раз про общественный транспорт. Хотела вас, Константин, попросить прокомментировать историю с увольнением Дениса Пырлога с должности генерального директора Кировского пассажирского... Киров-пассажир автотранса. Да, я напоминаю, что Денис Пырлог последние месяцы, да, возглавлял два транспортных предприятия. Киров-пассажир автотранс, где он довольно давно работал директором, да, и автотранспортные предприятия АТП наше. Наше городское предприятие. То есть Киров-пассажир автотранс областное, АТП — это городское предприятие. Ну, и два этих предприятия, если я не ошибаюсь, в свое время называли, ну, такими двумя частичками будущего вот этого вот большого, крупного, единого регионального перевозчика, если я верно понимаю. Ну, к этому все и шло. Да, совершенно верно. Видимо, поэтому, собственно, и не было там необходимости менять директора там, да, после того, как Денис Порлок ушел в АТП, потому что все равно там была бы единая какая-то структура. Ну, вот сейчас Денис Порлок ушел, написал заявление на увольнение с должности гендиректора АКПАТа и говорит о том, что причиной стали разногласия с министром транспорта РФ Соколовым. Не РФ, Кировской области. В Кировской области, простите, да, да, да. До РФ долго не тянет он туда. Он на министр транспорта Кировской области Соколов не тянет. Да, прошу прощения. Прошу прощения. Вот, разногласия какие-то. Ну, разные версии, на самом деле, высказывались в СМИ. И речь шла о, там, я не знаю, каких-то контрактах заключенных на перевозку наших кировских пассажиров в отдаленные кировские районы Бахта и Русская. Что там было? Ну, ситуация на сегодняшний день со снятием Дениса Порлока с КПАТа, она чересчур банальная, да. Тут момент связанный как раз вот с 26 рублями про тот тариф, который был утвержден городской думой и администрацией города Киров еще в том году в рамках перевозки пассажиров по маршруту Киров-Бахта-Русская. И вот в сторону там Победилова, получается, да, вот эти два несколько маршрутов в том направлении, когда... Пригородные маршруты, так называемые, да, которые сто там, сто сколько-то. Когда у нас администрация решила, что это надо ездить. Ну, так-то да, честно. По городскому тарифу. Это правильно, это правильно. С точки зрения логики, конечно, люди живут в городе, почему они должны платить больше, чем все остальные? Почему они должны переплачивать за то, что они в городе, тогда отделите и переведите их в район, тогда они будут платить справедливость. Сейчас, на сегодняшний день, ну, если город решил, что их надо платить, ну, возить по 26 рублей, ну, тогда город должен взять на себя какую-то обязанность по субсидированию данного маршрута. Вы думали, город взял на себя обязанность? Да, он не взял на себя обязанность, да. Они не платили КПАТу за данное, ну, не субсидировали КПАТ за эти 20, за перевозку по 26 рублей. Как это? Ну, так это. Ну, не было такого. Пока, до тех пор, пока сам КПАТ неоднократно не написал, написал письмо, ну, это еще при Денисе Перлоге было, КПАТ неоднократно написал письмо о том, что просьба просубсидировать данный маршрут. В этой сумме, ну, там высчитывается, сколько затрат, и там порядка, вот как раз сейчас недавно глава Думы Ковалева объявила, что они готовы оплатить за 2019 год порядка 16 миллионов рублей. Это вот как раз вот те деньги, которые... Да, это вот с момента 16 миллионов рублей, это с момента, когда было назначено 26 рублей, когда было отторговано, и до момента, до 31 декабря. Это набралось 16 миллионов рублей. За год вы понимаете, сколько это будет. Если мы возьмем весь год сейчас, 20-е, это будет минимум там миллионов 60. Город Киров должен будет отдать КПАТу за субсидирование данного маршрута, за данное удовольствие, по сути сказать, да. Но это и правильно. Люди живут в городе, извините, ездят по городскому тарифу. Город берет на себя обязанность по субсидированию. Как я понимаю, министру Соколову эта история не понравилась. Но чтобы не обвинять город... А что ему конкретно-то не понравилось? Что денег нет? Так ПАТ-то в убыток себе работает по этим маршрутам. Какому министру будет интересно, когда его... Я прошу прощения, они там у себя, в своем сером здании, вообще не могут друг с другом договориться? Потому что история с тарифом городским для жителей Бахты Русского и всех остальных населенных пунктов отдаленных, она, по-моему, губернатором в том числе поддержана была. Губернатору, и я вот понять не могу, почему министр пошел против позиции губернатора по поводу 26 рублей. Потому что от Министерства транспорта было написано письмо КПАТ по поводу 20... Почему КПАТ возит по 26 рублей, да? Также Министерство финансов тоже написало такое же письмо, потому что они были против перевозки в этом... Почему-то они не в том году эти письма начали писать, а в этом году, когда они увидели, что КПАТ начал получать убыток. Вот. И начали все сразу писать письма, отгребать от себя и как бы всю вину перекладывать на КПАТ. По поводу, почему КПАТ выиграл контракт, который уже заранее был убыточен для КПАТа, да? И вот эта вся шумиха-то и началась. И кто пострадал в этой ситуации? Нашли крайнего, что называется. Да, нашли крайнего. Пострадал не Ковалева, пострадал не Соколов в данной ситуации. И не губернатор Васильев. Губернатор, конечно. Пострадал тот, кто, по сути, к этому контакту большого отношения никакого не имеет. Он выиграл контракт, он его подписал, и он заранее уведомлял всех о том, что, извините, ребята, у меня это убыточные маршруты, и я прошу субсидирования по этим маршрутам от городской администрации. Ну, либо тогда закрывайте глаза на убытки, да? Ну, конечно. Тут глаза на убытки, конечно, никто закрывать не будет, потому что у нас там прокуратура рядышком, несчетная палата, да. Поэтому все начали отгребать и нашли человека, которого можно убрать, и на него свинить все убытки данного предприятия, да. Я думаю, что эта история у нас не остановится. Есть предположение, что и по АТП у Дениса тоже возникнут проблемы. Вот сейчас мы про них поговорим после небольшого перерыва. Программа «Особое мнение» продолжается. В нашей студии Константин Сичихин, эксперт общественной палаты и руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Мы остановились на перспективах Дениса Пурлога, как руководителя АТП, главного кировского перевозчика. Я думаю, что Дениса и по АТП может это отразиться в дальнейшем, да, потому что... Его конфликт с министерством транспорта областного? Да, конечно, да, конечно. Только по той причине, что у нас, опять же, Дмитрий Осипов, это бывший работник министерства транспорта, руководитель от Автодора. И, на мой взгляд, кажется, что министр Соколов эту ситуацию так просто не оставит, да. И дальше до Дениса будет дотягиваться и в рамках работы, в рамках АТП. Вот. И как он это выдержит, Денис, ну, посмотрим, поживем, видим. Но я правильно понимаю, что пока у Дмитрия Осипова нет полномочий убирать Дениса Пурлога? Почему нет? У ни у кого нет таких полномочий, пока убрать директора, недавно назначенного, во-первых, да. Ну, директора могут только уволить, если он сам лично и напишет заявление, да. Уволить его могут только по нескольким моментам, которые прописаны в трудовом договоре. Это, ну, один из моментов, это когда нет доверия, там, нарушение каких-то трудовых дисциплины, да. Я не думаю, что Денис что-то сейчас на сегодняшний день нарушает. Он вовремя ходит на работу, да, и вовремя, там, приходит с работы и выполняет все свои должностные обязанности. Просто ситуация вот такая, какая есть. Плохо, что он ушел из КПАТа, хотя он много чего сделал для данного предприятия, без субсидирования, опять же, областного, да. И мы с вами не будем забывать, что на сегодняшний день, ну, это уже на протяжении трех лет, общественный транспорт города Кирова практически с области не получает никаких субсидий. Практически, да, развитие, нет этих субсидий. Вот даже сейчас, вот в данную ситуацию, вот эту месячную, да, когда у нас общественный транспорт несет огромные колоссальные убытки, потому что, ну, люди боятся ездить на общественном транспорте, люди боятся заразиться. И это правильно с какой-то точки зрения, потому что общественный транспорт, это один из рисков заразиться, когда не соблюдается там дистанция, никто, ну, кто-то не ходит в маске, хотя автобусы обрабатываются, автобусы ежедневно проводят дезинфекцию в автобусах, кондукторы лично там проводят дезинфекцию, но... Ну, то есть расходы увеличились. Расходы колоссально увеличились, пассажиропоток колоссально упал, и общественный транспорт, не только муниципальный и областной, но и частный общественный транспорт, который работает по ДТП, он несет колоссальные-колоссальные убытки. Где у нас слышно от правительства области, что мы готовы субсидировать либо помогать общественному транспорту областному? Мы об этом не слышим. Но официально пока не было такого сказано. Неофициально могу сказать, что порядка 200 миллионов предусмотрено выделить к общественному транспорту Кировской области. Это все вместе. И в том числе и Кировского? И тоже Кировского. Но это общий. 200 миллионов это достаточная сумма? Нет, там плюс-минус, там может 250-220, там сейчас пока разговоры идут. Потому что на ближайшем заседании в мае законодательном собрании, у нас, чтобы выделить какие-то субсидирования, должно пройти через законодательное собрание. Вносить поправки. В ЗАГС собрании в мае должна быть поправка по поводу помощи общественного транспорта Кировской области. Порядка там 200 с чем-то миллионов рублей. Ну, это, конечно, опять же май, конец мая, деньги поступят только в июне, а убытки несут сейчас компании, да. Я не знаю, на чем они ездят, как они умудряются оплачивать топливо и платить заработную плату своим сотрудникам, но помогать-то им надо сейчас. А не пытаться там свинить на всех и пытаться там, ну, это опять же, я говорю про министра Соколова, который на сегодняшний день попытался сделать козлом, извиняюсь за выражение, крайним, да, крайним Дениса в какой-то там ситуации, да, но при этом молчит о помощи общественного транспорта области. Хотя это непосредственно тот министр, который должен сейчас бегать и трубить во все там СМИ, не знаю, о том, что общественному транспорту и совсем транспорту Кировской области, не только общественному, нужно помогать. А он сидит и молчит, его не слышно, не видно, кто он такой, где он, где наш министр транспорта? Не знаю. Так вот, я тоже не знаю. К нам не приходил. Так он никому не ходит. Он никому не ходит, он сидит где-то там в кабинете, да, у себя заперся и совсем ни с кем не разговаривает, да. Хотя он сейчас должен один из тех министров бегать и заботиться. Вот министр, например, ЖКХ энергетики, новый который, он недавно собирал предпринимательское сообщество, это было вчера, если я не ошибаюсь, да, как раз обсуждали там по энергетике все вопросы. Вот, почему министр транспорта не хочет собрать предпринимательское сообщество и не выслушать, хотя бы выслушать те проблемы, которые есть, а потому что его не волнуют эти проблемы, потому что этот министр, который не занимается общественным транспортом, ему главное строить дороги. Это тоже неплохо. Это важно, конечно. Но министр, он уже у нас не министр дорог, он министр транспорта области, и он обязан заботиться обо всех. Это так же, как глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, который бы мог, возможно, назначили сегодня. Это же не просто хозяйственник, это глава администрации, который должен, а все вопросы на 100% отрабатывать, да, а не только там хозяйственные и на 30% административные. В общем, вопрос транспорта пронесает в министре транспорта. И министр Соколов должен на сегодняшний день заниматься всеми вопросами, а не пытаться находить крайних в тех направлениях, хотя это он ответственный был за 26 рублей, а не какой-то там, ну, не какой-то директор ПАТа на сегодняшний день. Кстати, про Дмитрия Осипова пишет телеграм-канал Кировский Шептун, что вот фактически в эти минуты происходит такая история, да, предложено все-таки назначить конкурс на 28 мая 2020 года, уже предложена депутатская часть конкурсной комиссии в количестве пяти человек, ну, и, собственно, Гурдума должна собраться на внеочередное заседание, вот фактически после сегодняшнего заседания, за то, чтобы все-таки решить, будет этот конкурс или не будет этот конкурс. Ну, да вот, посмотрим, собственно, по итогам, да. Ну, честно, уже смешно, какой-то цирк просто-напросто вокруг этого назначения главы происходит. Давайте уже выберем кого-нибудь хорошего. Да, давайте все-таки не просто выберем кого-нибудь. Кого-нибудь хорошего. Да, выберем того, кто будет, во-первых, поддержан людьми, народом города Кирова, да, гражданами, и тот, кто будет действительно заботиться о городе, а не тот, кто на сегодняшний день не прошел два конкурса, я думаю, третий конкурс, ну, это не к чему. Два конкурса и заседания городской думы. Четыре минуты у нас остается, Константин. На самом деле у нас тем еще было много запланировано. Это история с сегодняшним пикетом Дмитрия Кочева. Дмитрий Кочев, напомню, был в пятницу у нас в гостях. Это ассоциация бьюти-индустрии, да, общественный представитель бьюти-индустрии ассоциации. И вопрос очень простой. То есть бизнес, который сейчас сидит без работы, он вышел сегодня с плакатом, на котором было написано, что 114 сотрудников его компании не могут зарабатывать и кормить детей. И этот вопрос, ну, он достаточно такой спорный. Наши областные власти не дали разрешения салонам красоты, там, маникюрным салоновым парикмахерским начать работу из-за карантина. Вот в некоторых регионах они работают, у людей, которые работают в этой сфере, работают официально. Закономерный вопрос, почему мы не можем работать, а те, кто работают в черную, в серую, принимают на дому, по-прежнему работают. Их проконтролировать невозможно. И санитарные меры там тоже могут не соблюдаться. Тем не менее, никаких санкций в сторону. Я лично вот из принципа не подстригаюсь, когда это у парикмахеров, которые работают на дому, да, только по той причине. Я не считаю этим нужным. Я вижу, что наше правительство хорошо подстрижено, все у них замечательно, да, значит, каким-то образом. Где-то нелегально они подстригаются на сегодняшний день. Мне будет интересно даже, где они нелегально подстригаются. Я не хочу ходить... Может, штатный парикмахер есть, между прочим, в правительстве области? Мы же не знаем. А вдруг там есть такая ставка? Нет там такой ставки. Может, он оформлен кем-нибудь другим? Нет там такой ставки, да. Где-то просто неофициально они за этим подстригаются и неофициально к кому-то ходят, да. Но это неправильно, неофициально. Почему это неофициально? В Чувашии, например, с 24 апреля разрешили работать в этой сфере, да. В Саратовской области разрешили, я знаю. Потому что эта сфера не настолько общественная, скопление общественного, как бы не настолько много собирает людей. Это почему у нас... То есть там реально соблюсти дистанцию и распределить людей так, чтобы они друг с другом не пересекались. Мы же с вами все были в парикмахерах. Конечно, да. Особенно в тех парикмахерских, которые находятся не в торговых центрах. Это парикмахерские, это отдельно стоящие здания, это отдельные офисы в жилых домах, да, где можно легко соблюдать все требования Роспотребнадзора, да. Так они и соблюдают тех, кто работает официально. Они и работают в этом давно направлении. Это как медицинские учреждения. Конечно. Давайте заставим, давайте запретим работать медицинским учреждением тогда. Почему? У нас там тоже скопление людей. Давайте запретим работать магазином федеральных сетей, да, которые не связаны с продуктами питания. Почему бьюти-сфера должна страдать, которая и так соблюдает все? Почему? К сожалению, это та сфера, которая не может работать удаленно. То есть если еще магазин промтоварный как-то может через интернет что-то там реализовать и какую-то денежку получить, если кафе еще может на вынос работать, то здесь никак. Это раздражает ситуацию, очень сильно раздражает эту ситуацию. Мы писали письмо на правительство области от опоры России о том, что просили, просили данную сферу, разрешите им работать. Да, введите жесткое ограничение. Ну, там, нахождение не больше двух людей там, например. Какие там обязательно маски, обязательно дезинфекция там каждые два часа. Введите, ну, дайте им работать. Потому что в этой сфере это, ну, там, во-первых, в этой сфере работают большое количество женщин, да. Во-вторых, это, ну, по процентам соотношения это в основном матери-одиночки, либо благодетные матери, да. А детей надо кормить. Есть ипотеки у людей, да, за это надо платить. Банки нам пока не дают большого рефинансирования, да. Да, за это все надо платить. Дайте им работать, пожалуйста. Вот на этой точке мы, на этой фразе мы поставим точку сегодня в сегодняшней программе «Особое мнение». Мы с Константином планировали поговорить еще об инспекции дорог, о состоянии дорог и об остановках как раз городских. И поскольку сейчас мы не успели, у меня, Константин, к вам вопрос. Завтра в 12 в дневном развороте возможно это сделать? Да, возможно. Отлично. Тогда анонсируем завтра в 12 с Константином новую встречу. Спасибо. Особое мнение на этом завершается. Особое мнение на 101FM